Семинар ведущих гинекологов и психологов Беларуси принимала в этот раз Брестская область. Знаменательно, ведь именно здесь отмечается один из наиболее высоких показателей рождаемости по отношению к уровню детской смертности. Однако, основой дискуссии в этот раз стала отнюдь не тема материнства. Проблема преждевременного прерывания беременности сегодня остается актуальной. Несмотря на то, что по сравнению с 2005 годом количество абортов уменьшилось практически в 4,5 раза, факт существования такого явления в обществе печален сам по себе. Допустим, 10 лет назад количество абортов на 100 родов было 70 абортов. Ну, так было практически один к одному. У нас 11,7 на данный момент на 100 родов. То есть 11-12 абортов на 100 родов. По итогам 7 месяцев. Своё решение проблемы преждевременного прерывания беременности предложили на суд компетентных специалистов, брестские медики и психологи. Новая методика предабортное консультирование, которое вошло в практику в нашем регионе только в августе. Детище берестейских специалистов проходило медицинские и психологические обоснования, чтобы сегодня стать одной из наиболее перспективных научных разработок в этой сфере. Пока столь систематизированных программ нет ни в одной области страны. Кроме того, есть наработки в этой сфере и при работе с подростками. При исте она появилась. Мы её стали применять, наверное, с 1 августа. Им непосредственно по программе работаем. До этого мы тоже принимали, естественно, проводили предабортное консультирование психологическое. Однако, ну, это было скорее так, просто в виде консультативной беседы, ну, где-то минут на 20-30. Хотя, в общем-то, вся структура консультации, она сохраняется безусловно. В рамках этой темы, которая, в общем-то, актуальна сегодня и сейчас на семинаре, у нас работает целая, в общем-то, служба специалистов. Это врач-психотерапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр, психолог и инструктор-валиолог. Достаточно часто нам приходится сталкиваться с проблемой репродуктивного здоровья у подростков и молодёжи. В общем-то, это организовано чаще всего в рамках консультативной деятельности. Ни одна женщина не может сказать, что она по-настоящему готова стать матерью до тех пор, пока она ею не станет. Ибо материнство – самое трудное из работ, приносящее искреннюю неподдельную радость. Сегодня в области практически 85% представительниц прекрасного пола задаются этой целью осознанно, серьёзно готовясь к беременности, понимая, что главная радость жизни женщины – быть единственной и любимой мамой.